здравствуйте дорогие друзья меня зовут алексей саватеев и я попробую воспроизвести хан академию на русском языке не переводить ее переводы в интернете есть но достаточно бессистемные ну кроме того перевод означает что я принимаю способ подачи который у самого хана есть у меня может быть свой собственный способ подачи где-то похожий на хановский где-то немножко другой поэтому я попробую записать просто сам все от начала и до конца но это наверное займет несколько лет посмотрим как пойдет итак начальная математическая подготовка с чего все начинается все начинается с абстракции называемое число число это когда мы научились что-то измерять да еще и выбрали единицу измерения научились измерять значит научились говорить что что-то в два раза больше чем что-то в три раза больше и так далее для того чтобы была линейная как говорят шкала если мы умеем это измерять но скажем температуру мы хорошо умеем измерять температуру в ней есть какая-то начальная точка которую физики определяют как точка плавления снега превращение его воду ну есть шкала грубо говоря мы умеем делить отрезок между точкой плавление точкой когда снег тает и точкой где вода кипит мы можем разделить на 100 равных отрезочков назвать это градус ну и вот у нас есть так сказать абстракция число эта температура она может быть как отрицательная так и положительная этим она удобно нам и нам нужно научиться изображать каким-то образом числа это нам тоже подскажет градусник градусник это просто нарисованная шкала чисел мы с ней будем работать давайте ее здесь нарисуем вот тут где-то 0 по цельсию вот тут 0 0 градусов цельсия плюс 1 плюс 2 плюс 3 минус 1 минус 2 снег пошел видите зима пришла вот и так далее но въедливый физик скажет что никакого и так далее нет никаких температур ниже минус 273 градуса не существует ну и выше там тоже какие то есть эффекты которые мы уже не можем учитывать но на то математика и математика мы делаем абстракцию в этом месте мы предполагаем что вот этот процесс можно продолжить до бесконечности то есть тут могут быть любые положительные температуры и любые такие же отрицательные через равные промежутки идут целые значения температуры а между ними располагаются различные не целые значения температуры какие тут бывают значения ну первые которые приходят голову это дробные значения а на самом деле прошаренные граждане знают что есть еще и и такие значения которые дробями не являются например корень из двух градусов цельсия не является никакой дробью но об этом позже это мы узнаем позже пока такая первоначальная абстракция дает нам систему целых чисел система целых чисел включает положительные числа 0 и все отрицательные числа 1 2 3 4 и так далее 0 минус 1 минус 2 минус 3 минус 4 и так далее давайте с ними работать так далее давайте 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 Продолжение следует...